всем хорошего дня сами самостройщик лёха и сегодня покажу как я делал подпорки и распорки для своей крыши ну погнали любая крыша долго не простоит если на ней условно подпорки или распора поэтому тоже об этом задумался и сейчас я покажу как я разбил нагрузку которая будет передаваться со стропил на угол прогиба так как и все строя день то и приходится выкручиваться при монтаже тоже 1 данном случае я балки крепил сначала с помощью катанки ну то есть проволоки для сварки подвязывал их к балкам чтобы не хоть как задержались но потом уже брал швоповерт их накручивал балки это было крайне неудобно но в принципе брать не приходилось это доска находилась где-то на 3 5 длины всей лаги зачем я куплю эту доску эта доска как раз будет разделять условно говоря всю стропильную на две части почему условно потому что находится не совсем посередине а где-то на все доску робить на 5 частей большую лагу как раз на вторую пятую снизу то есть я брал эту доску 200 на 50 прибил снизу готовый вариант готовлен хорошо а теперь подробно то есть люблю я сначала на катанку крым стопила где-то чуть ниже середины потом поднимал ее на стыке я не стал брать то есть внахлёст так я уже с каждым последующим шагом все опыт не опыт не становлюсь я сделал квадратный запил но всем детально все это покажу естественно без мастики мы не обходимся только сейчас я осознал для чего вообще нужно мастикам это ребят спасибо вам объяснили зачем но и что был молодой наивный поэтому я могу в принципе все а вот как раз тот самый взор если им покажу так видите его использовал такой буковка g ну то есть одна часть держит одну сторону а вторая часть вторую чем делать нахлёст на пол доски но крепила также помощью комбинированного способа моим любимые гвозди и желтые саморезы то есть вот такой нахлёст сейчас увеличим покажу более детально смотреть то есть видите там также был комбинирован способ два желтых с каждой стороны и по два гвоздя то есть нахлёст делать не стал получилось бы что я с каждой по каждой доску только на пол лагеря по стопе прибегил доску то есть я потом получается по-русски но дело не по одному гвоздю а по два гвоздя и подвожу смотреть в принципе видите там зазоры почти пол сантиметра знаете как я справлю ситуацию я с помощью спины получается максимально прижимал и стал деревянную подпорку видите зазор исчез ну а теперь уже брал дрель потому что шуруповерт я постоянно ушатывал ну как ушатывал я ронял получается вниз и ломался аккумулятор по стоке наживлял посморезы то есть это два распора полсантиметрового уже не было между доской и стропил я уже взял гвозди ну а теперь эту доску нужно подпереть я нарезал где-то метровые доски и врезал их под углом сейчас поближе более детально вот так выглядит готовый вариант уже сборной опорной системы именно подлаги а теперь более подробно смотрите я брал эту доску и не под самой идеально вода под влагой делал учиться подпорку а немножко отступал 5 сантиметров бог зачем так нелогично я поступил с расскажу получается если бы я делал идеально под влагой то там у меня было бы две проблемы первая проблема идеально ровно под влагой находился часть верхушки обрешетку чердака а вторая проблема это вот это бы подпорка я смог бы только на один гвоздь либо на один саморез под боком через прохождение этой доски и саму стропили на вкручивать мы получилось бы что вся эта подпорка держалась бы на одном саморезе или гвозде поэтому решил сделать для себя же делаю как-никак отступить от влаги 5 сантиметров таким образом может более детально показываю подпереть делался по уровням чтобы нагрузка отдельно ровно ходила ах да чуть чуть не забыл нагрузка уходит не куда-либо там на этот обрешетку а на балку помните которые балки я именно положил боком они плашной чтобы часть стропильной нагрузки уходила через них а потом передавалась по стенам вот видите если бы я наступил 5 сантиметров это подпорка лила бы прямо на обрешетку мы получилось бы то чтобы не красиво вообще как ну как шараш монтаж то есть я не готов согласитесь дело неправильно будет возможно не работать я просто уже из логики следу да кстати чем еще загвоздка была монтировал все эти целые сутки получается сутки одну сторону сутки другую проблема была в том что так правильно то-то подметил лаги тренированы под каждую лагу приходилось делать свою подпорку оставалось три дня решил ускориться позвал друга вот в кадре друг анатолий работает спасателем поэтому пришел помочь мне спасти меня успеть сделать крышу до дождей сейчас мы будем делать нижнюю часть стропилы то есть стягивать между собой мы натянули две нитки путем замера в конце в начале и сейчас прям по ним будем крепить получается мы скрепили лаги с двух сторон этим же досками 50 на 150 сначала им дворе гвозди чтобы лаги держались на одном уровне прям по ниткам да кстати я даже не представляю как бы все это монтировал один поэтому для меня очень выручил сейчас очень раз увидите на об этом позже получилось натянули нитки от начала до конца и просто по ним буквально два три метра не касаясь я бы мы уже крепили эти вот доски крепил я но не произвольно просто взял свой рост и на 20 на 20 на 15 метров буквально повыше чтобы можно было ходить ну двое трое не один поэтому работа шла в принципе быстро если не ошибаюсь по моему за один вечер собрались это конструкцию ну а теперь нужно чтобы это все не упало прибег опять же той самой шпильковой системе то есть просверливал сразу три доски то есть две распирающие и стропили на насквозь потом то загоняли шпильки но и да кстати как в предыдущем видео мне правильно сказали нужно было контрагай ну простите не додумался но никто не запрещает никогда весной вернусь все это сделать если вы думаете что я скрепил три доски на одну шпильку на этом все вы ошибаетесь естественно я прибег к той же самой системе что предыдущем видео я взял просто гвозди и еще три штуки с каждой стороны в эти же доски захерачил то есть я уверен теперь что никакая снеговая нагрузка по крайней мере в моем районе не сможет разорвать эти лаги друг от друга во первых они скреплены вверху на шпильку посередине и дальше чуть ниже еще и распорка стоит единственная минус расскажу в следующем видео цена конечно вас удивит этой крыше вот это уже пред готовый вариант ну как об решетку покажем позже потом еще отдельно покажу что внутри еще внутри распором покажу ну покрыл конечно же зеленкой то есть не умываемой мастикой но потом как их ровно от пилил получается верхняя нижняя часть с каждой стороны я померил затянул нитку и уже ровно помню 590 с каждой стороны я перил то есть так и сделал идеально ровную крышу ну чтож ну а здесь я уже получается страхуюсь потому что дальше будет начинаться обрешеткой пароизоляция естественно может написать что я неправильно обернул себя это я уже понял над делать там как-то через плечо то ли восьмерка мне спасатель объяснял естественно его не послушал вот кстати он не страхует таким образом ну к сожалению я вижу больше его если бы я упал я потянул с собой не повторять дядя лёша пытается быстро спуститься ну а теперь началась обрешетка то есть как говорил до этого с помощью также нитки я натянул на самом коньке нитку ну прям вдоль конька и с помощью рулетки мы померили с моим помощником анатолия начало и конец крыши мы везде ровно от пилили не получилось самой нижней точке начинается обрешетка перед началом решетки тоже подсказали я использовал гидроизоляцию то есть гидроизоляции ложим а потом вложим брусок 5 см именно пяти сантиметровый не ты ушный где от 5 до 3 как мы пытались подсунуть именно пяти сантиметровый а потом уже обрешетка тоже пояснили зачем это чтобы сырости влага которая будет уходить улетучивалась но вот кстати недорого стоит это вся учиться рейка вот на всю крышу по моему нам не в 7000 стало поэтому когда вентиляция не нужна под крышей за 7000 я думаю снова просто не стоит того поэтому я решил делать делать также комбинированным три гвоздя два шурупа загнать их было крайне непросто вы просто не представляете мне приходилось всем весом просто давить на шуруповерт чтобы хоть каким-то чудом саморез ушел в эту доску в 1 до признаюсь в двух случаях у меня сорвался получается шуруповерт самореза я в двух местах там проткнул немножко ничего страшного я потом взял кусочек этого же пароизоляции и с помощью клея ну как мастики с двух сторон забибошу это предфинальный этап просто есть в кадре нет наталия но он там со мной им получается с другой стороны так как крышу монтирую я всю ответственность по точности брал на себя я то есть получается я ходил наживлял анатолий уже ходил забивал и присверливал обрешетку дел брусочком то есть мне сначала пришел лист металла я уже там мы отмерили шаг листа вот этих вот куда крепить уже по определенному шагу у меня он был как раз 20 сантиметров на каждом 20 сантиметров я делал брешетку говорю сразу наперед мы прям угадали идеально то есть ни одного кровельного самореза я не запылил мимо поэтому работа была кропотливая два дня мы колыпались этой обрешеткой но мы это сделали вот этот мернички я использовал один мерник чтобы было прям идеально точно мы их от пилили 3 принципе все три улетали где-то за час за два часа не все падали постоянно приходилось не бегать посетить я наживлял виде на один гвоздь а в каждую доску мы забивали три гвоздя один наживлял я остальные два мой помощник и спасатель талян потом ну если кому будет интересно я могу снять со звуком там слышно что он там с той стороны но видео не об этом вверху получилось я уже подгонял как видите натянута нитка вот вы хорошо видите и не доставая нитки два три сантиметра я под каждую получается планку эти сантиметровые выпилил брусочек то есть чтобы потом в конце когда ляжет обрешетка было прям идеально ровно а не так что ну где-то в пустоту где-то не попал да кстати с крыши были проблемы с соседом и соседями и с другими улицами нам приходили вечером уставить устраивали скандал почему шумим вот уже финал по изоляции да кстати здесь не видно но эту пленку сейчас держит помощник ветер помогал мне пароизоляцию делал внахлёст запасом тоже рассчитывал все на пароизоляцию ушло 4000 поэтому отказ от нее не стал это не такие большие деньги и как назло в этот день пришел ветер помощи степлера я пытался уравнять шансы но как сказать я был очень счастлив от ветра поэтому не буду показывать как я полностью сделал в принципе пароизоляция пароизоляция ну а теперь немножко грустном да ребят к сожалению я не смог снять запечатлеть даже нет фотографий где мы монтировали железо эти 6-метровые листы как подымали там было четыре человека вот ведь сейчас трещина это вот камера разбилась по неудачному стене обстоятельств так получилось что и погода была не очень и жена не фотографировала то есть на камеру не записала и камера разбилась но и весом аргумент в принципе себя бегу по крыше когда мы монтировали железо с камерой меня быстрее бы скинул не ветер а тесть и сверху бы накрыл железом ну а так как я не снял сам монтаж этого железа то естественно и про конек и про прилегающей части железа то есть нет смысла что-то рассказывать лови сосед под моим забором более детально о плюсах минусах сметы цены скорости я уже скажу в отчетном видео о кровле которая будет не на следующей неделе а через неделю ну что ж сам был самоостройщик лёха увидимся мир ровно через неделю всем хорошего дня пока пока м Субтитры подогнал «Симон»